границы личности поговорим сегодня с вами о том что это такое ну и будут рекомендации как их устанавливать ну и прежде чем мы с вами будем говорить более подробно несколько таких вопросов хочу вам задать на поле понятия границ личности или же другими словами личностные границы мы не можем не было в таком мы с вами все вместе в этом говорили слава и господи что вы помните что это такое значит знакомы с этим понятием кто-то может быть уже ходил на какие-то тренинги у кого-то уже есть навыки установления границ у кого-то с границами более не менее все хорошо я надеюсь уже да у кого-то изначально было неплохо ну в любом случае будем с вами об этом разговаривать разберемся что такое границы по сути границы личности это то что отделяет каждого из нас окружающих людей на биологическом социальном психологическом и духовном уровне и если на физиологическом уровне понятно то есть понятно каким образом один человек отделяется от другого это очевидно это понятно то на всех остальных уровнях не совсем и понятно это какая-то такая тонкая черта которая проведена в нашем понимании в нашем ощущении как отдельных личностей и эти границы незримы в отличие от физических границ которые мы можем потрогать все остальные границы мы не можем их ощутить и поэтому довольно трудно в понимании да как же их устанавливать об этом с вами будем говорить что же отделяют границы каждый человек это отдельно взятая личность со своей физической и психологической территории и с физической территории все понятно мы уже здесь определились границы личности тела человека и к физическим границам еще мы с вами можем отнести обладание некой физической территории вещами предметами которые именуются словом мой мы с вами об этом относительно недавно говорили да мой телефон моя сумка моя машина моя квартира в принципе это все относится к физическим границам и здесь все определенно все понятно на этом долго застревать с вами не будем поговорим в большей степени о другом виде границ с которыми как раз таки сложности возникают психологическая территория это сочетание нескольких факторов это система представления человека о себе окружающем мире о его ценностях цели установки верования в общем то это все то что присуще каждому из нас причем у каждого из нас это разное так или нет все таки несмотря на то что мы с вами мы даже живем в одной стороне да и говорим на одном языке при этом так или иначе у нас у каждого свои ценности свои установки свои взгляды свои понятия это все включено в понятие психологическая территория выделяю два вида границ внешние границы это границы физические границы тела и внутренние границы это чувства мысли эмоции все то что не зримо на физиологическом уровне мудрость нашего тела ну в общем то мудрость тела ясно дает понимает необходимости ограничения у каждой клетки нашего тела есть некое ограничение есть стены которые отделяют одну клетку от другой и любая клетка теряющая оболочку очень быстро погибает если с биологической точки зрения так устроен наш организм природа позаботилась нашей физической оболочке здесь все четко продумано и эти границы границы каждой клетки они удерживают вне клетки вирусы бактерии и все остальное в чем здесь смысл смысл в том что без границ нет жизни то есть на биологическом уровне все все понятно да у клетки есть стеночки какие-то границы как только как только клетка живая человеческая клетка потеряла свои границы все ее нет она погибает здесь очень четко все понятно из всего этого напрашивается вывод сам собой для того чтобы клетка существовала у нее должны быть четкие здоровые границы как только там появляются паралеки все ей конец и в биологическом плане здесь тоже все мудро если посетитель вреден если он опасен клетка его во внутрь не пускает ну да за исключением когда переключаются какие-то заболевания у человека и опять-таки заболевание человека по сути получается это тоже нарушение границ физически когда в наш организм попадают те или иные вирусы в области психологии в принципе все то же самое в общем принципы действуют те же самые одни ситуации люди улучшают нашу жизнь а другие вредят так или нет согласитесь с этой фразой то есть одни люди приносят нам радость жизнеутверждение энергию мы какую-то от них получаем а есть такие люди общаясь с которыми нам становится не по себе плохо мы теряем энергию вот важной задачей для поддержания психологического и духовного здоровья является как раз таки умение понимать опасные для нас ситуации и видеть опасных людей а главное умение для самое главное умение для каждого человека это установление барьера между опасностью и собой к сожалению в то время как наше тело создает естественные здоровые границы мы вынуждены с вами учиться устанавливать психологические границы то есть смотрите устанавливать физиологические границы нас никто же не учил это происходит по сути само собой да наше тело об этом заботится природа об этом заботится и то если говорить о том что все границы очень тесно между собой переплетены и понятно что те же самые физические границы очень тесно переплетены с психологическими границами то есть здесь нам требуются некие навыки для того чтобы уметь выстраивать эти здоровые границы вот к примеру я уже оговорилась о том что к понятию физические границы относятся владение некими вещами да к примеру ну вот даже те же самые такие моменты которые могут на первый взгляд показаться ну как это будет ерунда такая но тем не менее вот предметы я не знаю личные деньги пускай же расческа даже не берем куда-то глубоко если вдруг в семье например не научили что вот это твоя расческа да вот это моя расческа вот это нельзя это можно то будет ребенок уметь владеть этими навыками и четко понимать что вот это мое это брать нельзя скорее всего у него сложится определенный стереотип поведенческий да в котором он будет воспроизводить все то же самое что делали в семье и поэтому с одной стороны вроде бы такая мелочь но в то же время этому учат опять-таки в семье когда показывают как можно а как нельзя делать и все это в дальнейшем транслирует ребенок в отношении с окружающими людьми именно поэтому очень много случается таких противоречий и сложности во взаимоотношениях с людьми когда люди например семью образовывают да начинают общаться там встречаться вместе жить потому что два человека из разных миров из разных семей разные установки разные взгляды вплоть до того что даже какие то вот тут на физическом уровне разные понимания то есть для кого то в семье является нормой когда человек я не знаю душ принимает а все туда в семье ходит ну что за еще во что например а для кого боковой это и является запретным моментом то есть если кто-то зашел в ванную комнату да или туалетную комнату то все заходить куда нельзя всем этим моментом всеми этими моментами человеку предстоит этим моментам предстоит научиться и учит, как правило, ближайшее окружение, то есть родственники. И, к сожалению, многие из нас уже, став взрослыми людьми, так и не научились навыкам постановки правильных границ. Не говоря уже о психологических, даже на физиологическом уровне. Далеко не каждый человек в состоянии отстоять свою территорию, даже физическую. То есть есть такие люди, которые говорят о том, что окружающие люди без конца нарушают их физические границы. Что будет нарушением физических границ? Ну, просто элементарно, да? Когда, не знаю, там, вас по мягкому месту хлопнули, хлопнули нарушения физических границ, нарушения физических границ, не знаю, обняли, приобняли, еще что-то. Или вещи ваши без спроса уберут, а вы ничего сделать не можете. Это про то, что даже такие границы я не умею удерживать. Не говоря уже обо всех остальных. Как раз будем с вами более подробно говорить, что здесь можно сделать. Ну и нужно понимать, что границы нашей личности, они начинают формироваться в младенчестве. Сначала ребенок не ощущает себя отдельным от матери. И понятно, да, почему, поскольку мама носит ребенка в своем чреве, она вообще неотделимая часть. И все эти моменты сепарации происходят очень постепенно. Но так или иначе, даже в момент рождения ребенок на физическом уровне, он становится отдельной единицей. Все, он уже не часть мамы, так? Так. Это уже отдельная личность со своими желаниями, потребностями. Так или нет? Ну уже же не происходит такого, да, что если у младенец хочет есть, то мама тоже. Нет. Мама – это мама, ребенок – это ребенок. И с младенческого возраста у ребенка он начинает осваивать элементарные какие-то моменты. Понятно, что поначалу это все больше физиология, но чем старше становится ребенок, тем больше психологических моментов привносятся в установление его границ. И от того, какая ситуация в семье, насколько здоровые или нездоровые границы у его близких, у родственников, в той атмосфере, в той социальной среде, где он находится, именно от этого зависит, насколько здоровыми или же нездоровыми у него будут границы. Безусловно, такой момент, как дисфункциональная семья, влияет на формирование здоровых границ. Здесь уже, чтобы вы не сомневались, если семья дисфункциональна, здесь однозначно какие-то сложности с границами будут. Другой вопрос, что есть нарушения границ, есть нарушения более глобальные, есть менее. В любом случае, все поправимо. Хочется какую-то немножко оптимистическую нотку сразу внести, для того, чтобы совсем с вами здесь не кисли. Тема границ, в принципе, актуальна для любого человека. Потому как без границ, мы с вами только что разбирали, невозможно ни нормальное существование на физическом уровне, ни нормальное взаимодействие с окружающими людьми. Для созависимых людей установление здоровых границ – это первоочередная задача. Поскольку одна из основных характеристик созависимых людей – это нарушенные границы. Нарушенные личностные границы. Не устанавливая здоровых границ, созависимый человек обрекает себя на бесконечное недовольство жизнью. Ну, почему недовольство жизнью? Когда снова и снова какие-то люди подбирают ваши границы, делают что-то помимо вашей воли. Или же вы не можете им отказать. Какие чувства возникают? Ну, основные чувства какие? Протест. Протест, раздражение, злость. В общем, человек, чьи границы попираются, и он не в состоянии их как-то удержать, оберечь, установить, он обречен на недовольство, на разочарование, на обвинение окружающих. Да, и постоянно на какое-то такое ожидание, что наконец-то окружающий мир сам изменится. Не он, а окружающий мир. Список недовольства того же, что, какие последствия могут возникнуть в случае установления нездоровых границ, можно продолжать долго. Но в случае с созависимостью печальная новость заключается еще и в том, что когда у созависимого человека нездоровые границы, то вероятность того, что химически зависимый родственник будет успешно выздоравливать, значительно ослабевает. Почему такое происходит? Ну, смотрите, когда вдруг созависимому человеку понадобится сказать жестко «нет» на те или иные просьбы или еще какие-то моменты, которые химически зависимый человек начинает границы ваши прогибать, то нездоровые границы, они про то, что я просто не смогу сказать «нет», я не смогу противостоять, я не смогу проявить жесткую любовь. И, конечно, нельзя сказать, что именно созависимый человек такой, знаете, виновник того, что употребляет химически зависимый, или там он сорвется. Но вот именно отсутствие здоровых границ, неумение противостоять – это такое пособничество, по большому счету. Именно поэтому у химически зависимого человека появляется возможность снова и снова манипулировать своими созависимыми близкими. Именно поэтому снова и снова, да, уже в который раз сегодня повторяю, что для созависимого человека очень и очень важно устанавливать здоровые границы. Ну, самая такая задача номер один. Что значит «нездоровые границы»? Хочется об этом поговорить. Ну, я думаю, что каждый понимает, что формирование границ начинается с младенческого возраста, и нездоровыми границы не становятся в одном моменте. Например, раз – шок, и произошло. Но не бывает так, чтобы у человека были абсолютно здоровые, хорошие границы, устойчивые, он их умел удерживать. Потом раз – что-то произошло, и они вдруг стали нездоровыми. Потому что очень многие созависимые, близкие родственники наркоманов, думают, что, в общем, у меня было все хорошо, не было никаких сложностей. Именно потому, что он начал употреблять, или она начала употреблять, с моими границами стало что-то не так. Нет. Здесь процесс скорее по-другому протекает. Скорее границы были уже нездоровыми, и когда вдруг в ваш дом пришла химическая зависимость, на фоне химической зависимости нездоровые этих границ, все те прорехи, они стали более видными, они стали более заметными. И, повторюсь, да, формирование нездоровых границ не происходит одномоментно, это происходит постепенно. Безусловно, химическая зависимость наих лучшим образом сказывается на всех членов семьи и нарушает всевозможные границы человека. Так или нет? Да. Были у вас сложности с границами? Было ли такое, что ваш химический зависимый близкий на ваше эмоциональное состояние оказывает какое-то влияние? Или нет, у всех все ровно, все спокойные, релакс, нервантность? Дзена явно ни у кого не было. Наверное, прежде всего, как раз-таки самый такой первый удар, который произошел, когда случилась химическая зависимость, по крайней мере, когда вы об этом узнали, это эмоциональное состояние. Для кого-то это было очень убийственно, может быть, это и было самым болезненным. У кого-то было попирательство границ даже на физическом уровне. Некоторые из ваших близких руку на вас поднимали. У кого-то было посягательство на имущество, кто-то из дома выносил, причем ваши вещи, машины уроняли. То есть очень много было неприятных моментов. Это как раз-таки опять все можно отнести к нарушению границ. И химическая зависимость, она ударяет по всем фронтам, у кого-то это происходит сильнее, у кого-то это происходит слабее, но в любом случае человеку с изначально нездоровыми границами приходится сложнее всего. То есть те люди, у кого более-менее такие относительно здоровые границы, они, как правило, на ситуацию употребления реагируют быстрее, оперативнее, быстрее обращаются за помощью, ну и меньше им приходится всяких вот этих сложностей, нюансов, неприятно переносить. Те люди, у кого границы менее здоровые, очень долго, как правило, находятся в ситуации, да, пока близкие употребляют, то есть вот долгий такой путь мы тебе поверим, а вот мы простили, а вот в последний раз, а вот давайте ему дадим еще один шанс. Это скорее опять-таки про нездоровые границы. Это про то, как долго я готов пронебать свою территорию, верить, лапшу себе очередную умешать, это все про границы на самом деле. Ну давайте теперь подробнее про каждый вид границ. Итак, границы защищают нашу территорию, пространство, на котором мы чувствуем себя в комфорте и безопасности. Физические границы – это границы тела. Немножко хочу про нарушения границ вам сейчас проговорить, ну и попрошу вас, чтобы вы как-то для себя посмотрели, проидентифицировались, были ли у вас такие нарушения по отношению к вам, да, и допускали ли вы нарушения чужих границ. Итак, нарушение физических границ в первую очередь это рукоприкладство, прикосновение без разрешения, вторжение в личное пространство, ну вот, например, стоять слишком близко. Это тоже про нарушение границ. Хочу отметить такой момент, что химически зависимым людям, я понимаю, вы понимаете, надеюсь, да, в силу неадекватности состояния, да, особенно, ну, когда человек в активном употреблении, то есть для него стоять вот так вот нос к носу, это вообще нормально, не ощущает нарушения этих границ. Брать без разрешения личные вещи, перекладывать или выкидывать их, есть такое? Зайти в комнату, брать, а вот эта хлам, а вот это нам не нужно, а это надо переставить, я думаю, очень многим созависим, это свойство. Не давать побыть наедине с собой, там, в спальне, ванной, в уединении, а что ты тут один сидишь, а давай я с тобой посижу, а не хочешь со мной, ну, в общем, это по сути про нарушение границ, особенно если человек говорит, и хочу побыть один, здесь начинается такая манипуляция про нераспространение обиды, да, хочешь побыть один, ну и так, у кого что, да, там, девушки, жены любят сразу, ты мне эти любишь, там, на губы надо быть, там, юноши по-другому реагируют, но тем не менее, практически каждый на это ведется. Заходить без стука в комнату, в кабинет, нарушение границ, чтение личной переписки, дневников, лазание в соцсетях, в телефонах, узнаете, да, себя? Подслушивать, подглядывать, заставлять выполнять работу, которую не хочет человек, заниматься теми видами спорта, которыми не хочет. Я думаю, очень многим родственникам, родителям свойственно, да, такое, когда вот, ну, своего близкого заставлять чем-то заниматься. Я же хочу, чтобы он стал спортсменом, там, не знаю, пианистом, не знаю, балеруном, поэтому он будет ходить туда и заниматься. Вот это все про нарушение границ. Ну и понятное дело, что одно из наиболее, одно из наиболее травматичных нарушений физических границ – сексуальное насилие. Признаки нарушенных границ. Можете, опять-таки, у себя посмотреть, насколько это вам присуще. Неспособность отказать физическому контакту. Мы здесь с вами довольно-таки взрослые люди, да, и если вам присуще такое, да, там, в супружеских, там, в отношениях находитесь, да, там, неважно. И если вдруг ваш партнер настаивает, там, на близости, а вы не хотите, но не можете отказать, там, просто сказать, нет, я сейчас там не в настроении, это про нарушенные границы. Позволить кому-либо стоять, ну, очень близко к себе. То есть, опять-таки, никак этому не противостоять. Это признак нарушенных границ. Каждый имеет право обозначить свое пространство и сказать, что не подходи ко мне так близко, мне неприятно, там, у меня вызывают какие-то чувства. То есть, если вы, испытывая внутренний дискомфорт, никак не обозначаете свое пространство, свою территорию, терпите, мучаетесь, маетесь – это про нарушенные границы. Причем очень часто это бывает из чувства неловкости. Как-то мне неловко сказать, а вдруг человек обидится, и поэтому я буду стоять и мучиться, и там вот это вот, дышать их этим человеком, который рядом стоит, и им вообще, как бы, на вас абсолютно пофиг, нужно это понимать. Не замечать нарушения границ. То есть, если снова и снова ваши границы нарушаются, а вы даже этого не видите, при этом вам уже ваши близкие говорят об этом, друзья или кто-то, говорят, почему так позволяешь с собой обращаться? А что-то помню, я даже не заметил. Это тоже про нарушенные границы. Позволять, чтобы тебя оскорбляли. Это про нарушенные границы. Если вы снова и снова терпите свой адрес, всевозможные неприятные моменты, и никак этому не противодействуете, не предпринимаете никаких мер, это про ваши нарушенные границы. Ну и позволять собой манипулировать. Это свидетельство того, что ваши границы нарушены. Внешние границы человека предполагают, что, первое, никто не имеет права дотронуться до меня без моего позволения. Дотронуться до меня или до моих вещей. То есть, есть такие несколько незыблемых правил, да, вот сейчас так скакануло, объявление, чтобы вы понимали, это ваши права, которые вы можете, в общем-то, пользоваться именем, но не то, что можете, это ваша обязанность. Первое правило, это никто не имеет права дотронуться до меня или до моих вещей без моего позволения. То есть, только я решаю. Если тело моё, да, или вещь какая-то моя, кому решать? Кто, когда, как будет ко мне подходить, дотрагиваться, брать, там, ещё что-то. Только я могу это решить. Больше никто. Если я разрешаю для себя дотрагиваться, то только так, как мне это нравится. Да, если мы сейчас говорим непосредственно о своём теле. Только я решаю, как мне нравится. Используйте это правило во взаимоотношении с другими людьми. Кроме вас этого не сделает никто. Особенно не забываем вот какой момент. Другие люди не телепаты. И они ваши мысли не читают. И не нужно рассчитывать на то, что там правила приличия, правила этикета и так далее. Мы с вами проговорили вот какой момент, что мы все из разных семей. Да, у всех свои взгляды, установки. И не каждый знаком с правилами этикета. Поэтому если что-то вам неприятно, что-то вас смущает, напрягает, вызывает у вас эмоции, такие вот раздражения, что-то ещё, то это ваша задача. Объяснить, что и как вам нравится, как вы позволяетесь до себя дотрагиваться, а как нет. Ну и последнее. Это моя ответственность. Контролировать как, когда, где и кто будет касаться меня или моих вещей. Вот такие три чётких правила, которые нужно соблюдать. Ну и в принципе, если вы вдруг, ну у вас есть такое понимание, что у меня есть нарушение моих физических границ, вы по вот этим трем пунктам посмотрите, насколько вы вообще всё это применяете, насколько вы озвучиваете другому человеку. Очень важен здесь момент озвучивания санкций. То есть если снова и снова какой-то человек нарушает ваши границы, вы ему это обозначили, сказали, да, мне это неприятно, я прошу тебя так, не делай. То есть здесь очень важно, чтобы вы обозначили, что последует в следующий раз за нарушением. То есть если вы что-то там ему пообещали сделать, да, я перестану с тобой общаться. Но сами не перестаёте, если он снова нарушает. Понимаете, такой момент, что кроме вас больше никто не будет отстаивать ваши границы. Отстаивание ваших границ – это ваша забота, не любого человека. И рассчитывая на то, что он сам всё это поймёт, выстает. Хочется задать вам вопрос вот по этому небольшому блоку физических нарушений. Как в вашей семье нарушались ваши физические границы? Как вы нарушали границы? Ну и как вы нарушали границы его химически зависимого близкого? Может быть, на сегодняшний день нарушаете? Пожалуйста. Ну, зафига я. И что? Ваш близкий, ну это сейчас он в центре находится, да? До того, как он в реабилитационный центр попал. Вопрос-то первый был, какой нарушались ли в семье ваши физические границы? Вообще нарушались? Да. Каким образом? Дорожение в личном пространстве. Без церемонного ворка территории. Убирали вашу комнату без вашего спроса, вообще какие-то вещи, а при руках. Это вы таким образом. С вами в детстве такое происходило? Ваши близкие так себя вели по отношению к вам? Ну, в большая семья, один секретарь на всех. Отсутствие пространства, по сути, это тоже тот фактор, который формирует нездоровые границы. Мы сейчас с вами будем об этом говорить. Почему вообще так происходит? То есть я же сейчас ни в коем случае не хочу сказать, что вы из-за чего там глупше собрались, хоть элементарных вещей не знаете. Понятно, что не в этом дело. Понятно, что по разным причинам, естественно, у кого-то были определенные бытовые условия проживания, которые, ну просто, знаете, если в одной комнате живет шесть человек, очень сложно уединиться. Одно приватное место, не буду озвучивать его вслух, которое и то, да, вечно очередь. Очень сложно уединиться. И, конечно же, это вызывает определенные моменты, которые в будущем человек, ну они привнесут лепру, лепту в формировании нездоровых границ. На сегодняшний день, вот те близкие, ваши близкие, которые вышли уже домой, нарушаете ли вы их границы сегодня? Не нарушайте. Кто-то нарушает, кто-то нарушает. У вас не вышли, а у кого-то вышли. Девочки нарушают. По умолчанию и уйдем сразу вижу, что нарушают. Но признаваться не хотят. Хорошо. Как думаете, если продолжите в таком же духе, что из этого получится? Я про нарушитель. Как про мою точку и его границу, с чего начали? Смотрите, могу ли я рассчитывать на уважение со стороны другого человека, на соблюдение им моих границ, если я сам его границы нарушаю? Как думаете? Нет. Поэтому если вы хотите, чтобы ваши собственные границы не нарушались, то вам придется соблюдать его. Я прекрасно понимаю, что некоторые из вас могут сказать, что я не против, пусть нарушают мои границы, да пусть читают мои переписки, да пусть то, пусть все. Это лишь признак ваших здоровых границ, которые могут послужить определенным таким, знаете, буфером к переходу в зависимость снова. То есть если вы все-таки хотите создавать здоровые взаимоотношения, формировать новое взаимодействие и не в сторону болезни поддерживать, а переходить к здоровью, то здесь придется и свои собственные здоровые границы выстраивать. Более того, хочу сказать нашим юным, так сказать, участникам, да, поскольку у вас впереди, в общем-то, большая долгая жизнь и семья, и это дети. Здесь есть еще вот какой момент. Все те моменты нездоровых границ личностных, все, что есть на сегодняшний день, что у вас, что у ваших ребят, если здесь ничего сейчас не поправить, это все перейдет к детям. А соответственно, вероятность того, что и у детей со временем будут некие сложности во взаимоотношениях, она тоже становится значительно больше. То это я к вам моменту мотивирую вас. Границы здоровой своей выстраивать. Внутренние границы эмоциональные, психологические, духовные, разделение внутренних границ на вот эти самые подвиды, носят условный характер. И сделано это, наверное, в большей степени для того, чтобы как-то понимать, о какой части нашего внутреннего мира идет речь. Эмоциональные границы определяют наше эмоциональное пространство. И именно на уровне этих границ мы определяем, какие эмоции для нас приемлемы от других людей, а какие эмоции мы не готовы от них терпеть. И таким образом мы можем защитить себя от агрессии, от чего-то другого, неприятного для нас. Каждый из нас имеет индивидуальное пространство, наполненное своими потребностями, желаниями. И в этом пространстве действуют свои правила и законы. И если это пространство защищено границами, то это как раз речь идет о психологических границах, оберегающих интересы человека и выполняющих такие дипломатические функции. Как вы уже наверняка поняли, психологические границы, знаете, такое понятие довольно-таки расплывчатое, потому как их можно отнести и к понятию «мой телефон». С одной стороны, здесь и физические границы, потому что телефон – это вещь конкретная, а мой. Но когда туда добавляется все-таки телефон, вещь, я же не даю все равно кому-то пользоваться. Кому-то я, безусловно, я его дам самому близкому человеку, я не переживаю, что там что-то случится. Даже если что-то там случится, то я с готовностью это принимаю. Есть люди, которые, ну, я на улице просто так, не когда это чужому незнакомому для меня человеку, телефон не отдам. Поэтому психологические границы такие очень тонкие, и они, в принципе, в каждом участке нашей жизни, они имеют место быть. Границы личности можно представить как совокупность особенных рецепторов, которыми мы проверяем, соответствуют ли нашим нужным и желаниям. То, что устремляется к нам извне. Знаете, ну, такие на биологическом уровне, как у нас есть, да, какие-то такие рецепторы, да, когда холодное, горячее, да, мы же ощущаем, и мы знаем, что если это там ледяное, мы не будем дотрагиваться, потому что у нас может там ожог случиться даже, ну, если это там ледяное настолько, что вот прям невозможно прикоснуться. Если это горячее, мы тоже к этому не прикасаемся, да. То есть у нас есть на биологическом уровне рецепторы, которые нам говорят о том, что это опасно. С психологической точки зрения то же самое. Они вообще призваны именно к этому. То есть если что-то изменим, поступает для нас недружественное, недружелюбное, способное принести нам вред и ущерб, психологические границы именно на это и направлены, чтобы защитить нас от этого, от всей вот этой вот гадости, чтобы нам не было плохо. И понятное дело, что если с ними серьезная беда, то не всегда человек способен себя защитить. Духовные границы оберегают наши ценности, идеалы, веру, моральные принципы. Они призваны именно для этого. Ну и нам комфортно на своей личностной территории, и мы бережно охраняем свой суверенитет. Большинство, по крайней мере, людей делают это. И мы сами решаем, о чем нам мечтать, как нам жить, к чему стремиться, так или нет. Или мы все-таки отдаем все это кому-то. Кто-то приходит, какой-то дядя Вася, и нам рассказывает, как нам жить, куда идти, куда двигаться. Если мы об этом не просим, это нормально? Нет, это и будет нарушением границ. По большому счету, каждый из нас сам принимает решение, чего я хочу, в каком направлении жить, какое у меня будет вероисповедание, к чему я буду стремиться, а где я хочу работать. Это все про наши границы, про наше пространство. И если говорить о индикаторе, как понять, что границы нарушаются, вы никогда не задумывались, как определить психологические границы, как они нарушаются? Кто как понимает вообще? Как вы понимаете, что мои границы психологические сейчас нарушились? Никогда мы уже не удовольствуем. Когда есть какие-то чувства? Все верно, чувства служат индикатором. Ну, тогда возникает вот какой вопрос. Если человек не ориентируется в своих чувствах, а многие созависимые не ориентируются в своих чувствах. Потому что от боли, от всего, что было, да, ну, смотрите, если человек очень такое длительное время живет рядом с химически зависимым, уже наплакался, настрадался, науговаривался кучу всего, да, каждый день в страхе живет, выживет он, не выживет, какой сегодня придет, попадет в тюрьму, не попадет, и так далее, да. От всех этих страхов и переживаний, эти чувства, они просто все скукоживаются, они замораживаются, и человек становится менее чувствительным, он же просто не понимает, ну, какой-то такой, знаете, эмоциональный отупень. Если у человека эмоциональное отупенье, может ли он доверять своим чувствам? Как на них ориентироваться? И тогда у человека начинается вот что. Он уже не способен оценить нарушения границ, какие-то такие, знаете, более мелкие, и он уже только вот прям очень какие-то серьезные границы может увидеть. Все остальное на уровне чувств он делает с трудом, потому что с чувствами беда. Отсюда вывод. Первого на первого человека, который хочет работать со своими границами, устанавливать здоровые границы, нужно работать со своими чувствами, учиться их понимать, да. Для этого можно использовать дневник чувств, для этого посещать терапевтические группы, городские группы, многие другие есть способы, но это один из моментов, который поможет вам прийти к пониманию той грани, где есть здоровье, где нет. Ну, несколько вам примеров сейчас приведу. Нарушенных границ, так же, как и в случае с физическими границами, перечислю вам признаки нарушенных внутренних границ. Один из признаков – не доверять никому и ничему, или же доверять все и всем. Есть такое, созависимое, между прочим, очень свойственно, да, в такие крайности впадать. Либо я никому не доверяю, либо я доверяю всем. Слово сказать, что физически независимое – тоже большинству присущая такая характеристика. Сообщать, рассказывать, сразу все выкладывать. Присуще кому-то. Еще не успели подумать, оценить, стоит ли мне этому человеку все выкладывать, насколько мы там вообще близки раз и рассказали о себе. Потом сидите и думаете, блин, а зачем я это сделала, а чем это теперь, блин, а чревато. Необходимость объяснять свое поведение, оправдываться. Тоже одна из характеристик, признаков нарушенных границ. Принимать на свой счет вину за чувство других людей. Свойственно такое? Да. Чувствовать себя виноватым. Если бы другой человек входит в них настроение, весь такой обиделся, то, наверное, виноват я. Сразу какое-то чувство вины появляется. Считай, что ты видишь другого насквозь. Все, я про тебя знаю. Я вижу тебя насквозь. Ну да, это именно правильно. Принимать безоговорочно власть другого человека. То есть такой признак. Разваливаться на части, чтобы кто-то позаботился о вас. Манипулировать болезнями и немощностью. Есть товарищи, созависимые, которые чуть-чуть сразу хватаются за сердце, водичку, скорую помощь. Там, например, чуть-чуть сразу плохо. В общем, без конца манипулируют этим на протяжении жизни. Позволять другим управлять своей жизнью. Тоже признак нарушенных психологических границ. Позволять другим управлять не только твоей жизнью, но еще и определять твою реальность. То есть если вы живете в какой-то такой ситуации, где ваши близкие люди без конца за вас определяют и говорят вам вот так и так, и только и вот все никак по-другому, и у вас нет никакого выбора, это тоже признак нарушенных границ. Ожидаясь, что другие будут предвосхищать и любитворять ваши желания. Допускать неуважительные отношения к себе. Заниматься делами и проблемами других, а не своими. Причем на дела и проблемы других, на помощь другим уходит колоссальное время, а на себя его не остается. Опасаться показать свое истинное «я». Стараться быть таким, каким меня хотят видеть, а не таким, какой я на самом деле. Не просить о помощи, даже если очень нуждаешься. Судишь и ждешь, когда же кто-нибудь сам там догадается и поможет. Не уметь определять свои истинные желания. Не давать отпор другим людям, которые могут пользоваться вашими вещами, деньгами, в общем, вашими ресурсами. И перечислю сейчас нарушения внутренних границ другого человека. Какие действия делаются и что можно считать нарушимыми. Стыдить, унижать. Это будет нарушение внутренних границ другого человека. Проявлять ярость, орать, угрожать, отзывать, проклинать, нецензурно выражаться, умолять, принижать, прерывать, лгать, обманывать, предавать, подставлять, наносить, допрашивать, саркастически рассказывать, шутить над чем-либо или насмехаться, покровительствовать. Нарушать доверие, конфиденциальность, давать непрошенные советы, задавать личные или вопросы сексуального характера, обсуждать, критиковать, обвинять человека в своих проблемах. Знаете, ты испортил меня всю жизнь, это из-за тебя у нас там все в семье пошло на педикосяк, и вот в этом духе. Контролировать. Ты больше не должен поступать так-то, или ты должен поступать так-то. Давать установки, из серии, там, оценить. Допустим, это полный бред. Допустим, вам что-то говорят, да, вы сразу, ты что, собираешься его прощать, это полный бред, ни в коем случае не вздумай. Ты что, дура, что ли? Ну, вот эти вот все фразы, это вообще про нарушение границ. Сдавать оценки внешности из серии, да, ты бездельный, как ты красавчик, а ты такой окосякой, шантажировать. Это все про нарушение границ. Что из всего этого присуще вам, вашей семье, как у вас это проявлялось по отношению к вашему химически зависимому близкому? Ну, или, может быть, как он нарушал ваши границы. Что из всего этого было? Вашей семье. Все? Все, что сказали, все было. Многовато. Более между созависимыми. Дружище. Ну, естественно. Если у человека нарушена граница, естественно, совсем необязательно, что это все должно проявляться по отношению к между созависимым. Созависимые между собой очень часто как раз-таки одеяло ответственности перетягивают, да, родители между собой, ну, разве не ищут виноватых? А кто из отец или мать винователем, что химическая зависимость случилась? Или в отношениях, да, там, с ли кровью невесты? Что, никакого никогда, что ли, не было? Что, конечно, с этой женщиной, потому что наверняка. Ох, если он с этой женщиной не связался, или же наоборот, когда, да, жена там, или там, невеста, не важно, кто там, говорит, конечно, при такой маме не могло бы по-другому быть, это она у себя не лопата. Ну, в общем, обычная такая история, да, суть по вашим реакциям, я так понимаю, вы всем этим занимались. Хорошо. Выделяют несколько типов личностных границ. Один из типов, можно его так назвать в разной литературе по-разному, в общем, называют эти границы открытые или мягкие. Про что здесь, чем характеризуются люди, у кого открытые и мягкие границы? Это люди, которые не умеют противостоять натиску внешнего мира. Что агрессии, там, что не агрессии, в общем, не умеют противостоять. Не желая того, они впитывают чужие идеи, мысли, не могут отстоять собственные убеждения, которые у них имеются. Постоянно сомневаются в правильности своих решений. Это люди, которые не могут сказать нет. И очень часто люди с такими границами, если говорить о том, что созависимым, например, такое, как бы, свойственно, созависимым людям, конечно, свойственно. Ну и очень многим химически зависимым ребятам тоже свойственно наличие именно вот такого вида границ. Потому что изначально у некоторых из ребят были совершенно свои такие четкие убеждения, да, что я не буду употреблять наркотики, это зло, это плохо. Но когда общались в определенной какой-то компании, где были люди, которые имели вес, давление, и ребята, даже имея свои собственные убеждения, да, сами того не замечают, свои убеждения поменяли на убеждения других людей. Это не значит, я сейчас говорю не про то, что те ребята, а я ею плохие, а это бьет пушистый. Нет. Это лишь о том, что это один из факторов. Такие вот открытые границы, неумение сказать «нет», противостоять. Понятно, да, что там еще много чего другого добавляется. Но случай с созависимым – это тоже крайне распространенное нарушение границ. То есть сложность отказать другому человеку. Вам присуще такое? Отказать другому человеку. Из разных побуждений. «Я боюсь его обидеть, я боюсь, что он расстроится, а вдруг подумаю, что я плохая». Да. Следующий вид личностных границ – смешанные границы или аморфы. Такие люди склонны устанавливать и симбиотические отношения с другими людьми. Что такое симбиоз? Вспоминаете биологию. Кто силен в биологических науках? Симбиоз – это некое существование, когда люди начинают слепаться на самом деле. И в данном случае здесь, конечно, степень вот этого слияния, она может быть разная. У кого-то небольшое такое слияние, да, это поправимо. Но здесь есть возможность, здесь есть такие варианты, когда у людей происходит смешение настолько сильно, что, ну, вплоть до исчезновения индивидуальности. Таким нарушением границ могут страдать как мужчины, так и женщины. Чаще такой вид нарушения присущ, если говорить по половому признаку, женщинам. Ну, просто такие примеры. Наиболее чаще, чаще как-то они, знаете, освещаются в художественных фильмах, там, в каких-то рассказах. Но это как раз-таки про то, когда женщина полностью, например, растворилась в жизни мужчины. Да, он занимается, там, не важно, там, актер или, там, писатель, там, политик, не важно. Но она занимается только тем, что живет его жизнью, там, его расписание, там, его то, его все. А вот приготовить, а вот забрать, там, костюм, своего ничего нет. Совсем нет своей жизни. И если говорить о созависимом, присуще ли созависимым вот такое вот слияние, с химически зависимым близким? Разве не начинала ваша жизнь зависеть от его жизни? А когда он придет? А во сколько он придет? А в каком состоянии он придет? То есть проявление этого тоже есть. При таких границах вообще, в принципе, становится, знаете, непонятно, где территория одного человека, а где территория другого. Вплоть до того, что наблюдали, знаете, такие феномены, когда употреблял, я не знаю, там, алкогольный один человек, а состояние похмелья на следующий день было даже у него близко. То есть вроде как бы необъяснимый такой момент, да, уже, как бы, организмом, ну, надышался, я не знаю, даже сколько, а надо надышать было. Поэтому очень как-то сумрачно. Это скорее про то, насколько человек в слиянии. Ведь эмоциональное заражение, оно происходит очень быстро. Знакомы с таким термином, как эмоциональное заражение, когда человек проникается очень быстро эмоциями другого человека? Ну, вот присуще вам такое, что вы сидите в таком великолепном настроении, у вас прям благодать, солнце светит, бабочки в животе, радости в душе, там, ручейки журчат. Все это у вас вот так вот эмоционально. И тут кто-нибудь приходит и вам что-нибудь такое рассказывает. Что-нибудь такое. И все. И вас, как будто у вас и не было вот этого хорошего настроения. И вы уже вот сидите, вот уже восьмой платок носовой меняете, потому как вам настолько плохо. Это как раз про это. Насколько быстро, да, я свою территорию про открытые границы, ну и про симбиоз тоже, заражение чувствами другого человека. Следующий вид границ, закрытые или жесткие границы, еще по-другому их называют. Что здесь происходит с человеком, у которого жесткие или закрытые границы? Он, в принципе, знаете, такой одинаковый, во всех ситуациях остается каким-то таким одинаково закрытым. С одной стороны, это хорошо, потому как получается, что такой человек, он более устойчив. Ну, смотрите, если закрытая система, он более устойчив к каким-то эмоциям, каким-то там словам, воздействиям. С одной стороны, да. С другой стороны, эти границы плохи тем, что такой человек не умеет лавировать в различных жизненных ситуациях. Он очень такой ригидный, ему удобно переключаться. Плюс, человек с закрытыми границами, для него очень трудно достучаться. Как к нему туда ничего не донесешь, не привнесешь, не только плохое, но и хорошее, понимаете, туда тоже не попадет. Так и от него ничегошеньки не дождешься. Поэтому это тоже такой вид границ, который нельзя сказать, что он здоровый и хороший. Ну, и я думаю, вы понимаете, что если система закрытая, то есть, например, человек очень закрытый, ничего из них не попадает. Как такая система будет развиваться? Она способна развиваться? Закрытая система, к сожалению, она обречена на провал. Она обречена на гибель. А жизнь ведь это бесконечное развитие. Здесь все-таки требуется какое-то, знаете, пространство, когда мы что-то новое в себя допускаем. Ну, вот даже сейчас, в данный момент, да, исходя из того, что вы здесь находитесь, как минимум у вас не закрыты границы. Вы готовы что-то слушать. Другой вопрос, примете вы этого внимания или нет, начнете вы что-то в своей жизни менять или нет, но вы сейчас слушаете. Если готовы в себя что-то новое допускать, да, а это один из принципов, кстати, программы, да, честность, готовность, непредубежденность, готовность к действиям, готовность к изменениям. Поэтому человек с закрытой границей, он, к сожалению, к изменениям не готов. Ну и последний вид границ называется это гибкие границы, и это, пожалуй, такой единственный вид здоровых границ. Гибкие или полупроницаемые границы, другими словами. И эти границы могут меняться в зависимости от ситуации. Это и есть те самые здоровые границы, к которым каждому из нас нужно стремиться. Потому что это те границы, которые будут нам позволять, ну, знаете, как вот такой вот кокон, да, когда мне не надо, я поворачиваюсь, избушка, завтра, до свидания, ничего не надо. Когда мне надо, я поворачиваюсь, заходите, люди добрые. В общем, будем общаться, взаимодействовать, будем получать новую информацию. Первые два вида границ, безусловно, это границы такие слабые, и это те границы, которые чаще всего продают. И те границы, которые в большинстве своем присущи созависимым людям, ну, поскольку все-таки наш материал рассчитан в большей степени на созависимых людей, чем слабее у человека границы, тем чаще он нападает на границы других людей. Парадоксально вроде, да, как-то у него и так слабые границы, как он нападает на других. Но суть здесь вот в чем. В том, что у него нет своих четких границ, нет этого понимания, а, соответственно, он и не видит границы других людей. Причем, он часто делает это не по злобе, и это действительно, поэтому очень ему как-то сложно обвинить этого человека, потому что там, вот, он негодяй. Он делает это не по злобе, делает по незнанию, не осознает частенько, что нарушают границы других людей, и часто выходит из зоны своей компетенции. Поэтому созависимые часто нарушают границы других людей, но делают это с лучшими довериями, из лучших побуждений, конечно же, чтобы помочь, причинить, так сказать, добро. У многих близких и родственников химически зависимого человека границы, к сожалению, хромают, у многих вот прям очень сильно хромают. И многие близкие, многие созависимые ощущают себя, знаете, со своим химически зависимым близким, единым целым. Те из вас, кто являются постоянными посетителями наших терапевтических групп, потому что на лекциях это как-то очень сложно, да, оценить, но кто ходит на градские группы, на терапевтические, на мультисемейные группы по субботам, да, в центре, вы можете видеть тех родителей, а может быть кто-то из вас является именно таким родителем или какой-то второй половинкой, да, так скажем, которые говорят, что это моя жизнь, мы с ним единое целое, я чувствую его, я без него не дышу, не живу. Такие люди у нас сидят в группах, именно так они и говорят. Ну, по крайней мере, я сталкиваюсь с этим частенько, может быть некоторые из вас тут даже поняли, да, кто про кого, может быть кто-то уже себя узнал, но это как раз таки про вот это вот полное растворение, про то, что я живу жизнью другого человека, как вы думаете, если я живу жизнью другого человека, да, даже если вот он сейчас не употребляет, начинает выздоравливать, а я же жизнью его живу, и изначально все только избладив на вере, не лишь бы он был счастлив, но я живу его жизнью, мне при этом как-то хочется этим процессом управлять, ну, допустим, я мать, да, а матери же лучше, все-таки жизнь прожила, у меня опыт больше, я же знаю как лучше, всякое такое, я начну рулить жизнью этого человека, причем я же это буду делать из большой и сильной любви, как мне кажется, да, из лучших побуждений, но к чему это может привести, к чему это может привести, если я начну рулить жизнью своего, пусть даже выздоравливающего близкого, я куда и буду, на рулю, ну, скорее всего, не факт, да, что он сразу сорвется, но ничего хорошего из этого не выйдет, если он действительно будет выздоравливать, и ему хватит сил от вас оторваться, то он вам скажет адьес и будет с вами все реже и реже и реже общаться, вам будет еще больнее, вам будет еще печальнее от этого, если вы со своими границами ничего не сделаете, вы будете вызывать к нему, да, как так, где же твое выздоровление, не выздоравливаешь, вы будете на него насыпать, ему будет еще тяжелее, поэтому вот такое слияние, оно, к сожалению, ни к чему хорошему не приводит, и очень часто на фоне именно отсутствия здоровых границ созависимые начинают манипулировать своим химически зависимым близким, как и химически зависимый близкий начинает манипулировать. Согласны, что созависимые тоже манипулируют своими близкими? Или чувствуете себя только прям несчастной жертвой, которая все время манипулировала? Никогда не манипулировали своим близким? Никто не хватался за сердце, никто не говорил, я уйду, от тебя разведусь, никто не говорил, я тебе не дам денег, не дам тебе машину, там, или еще что-то. Это все про манипуляции, или никто не говорил, что, да какой же ж ты сын, там, не гордость ты нам, там, и так далее. Это все про манипуляции. Манипуляция, по сути, это передвижение, знаете, границ партнера туда-сюда, как мне удобно. То есть, если мы находимся в слиянии, да, мне пространства стало мало, я хочу как-то вот жить по-своему, значит, я начинаю двигать границы своего партнера, да, не важно, кто это, муж, сын, брат, свад, если мы находимся в слиянии с человеком. Нужно понимать вот какой момент, что границы личности человека, они не являются, знаете, какими-то такими, навсегда вот один раз выстроили, и все, и навсегда это сооружение установлено. То есть, если вот на сегодняшний день у меня есть граница, и пусть она даже хорошая, здоровая считается, да, адекватная, это не значит, что она всегда должна оставаться такой. Границы – это не железобетонные какие-то такие звонения. Мы с вами только что проговорили, да, что здоровые границы – это полупроницаемые, и они должны быть гибкими. Меняется жизнь, меняюсь я, меняются обстоятельства, вместе с этим меняются и границы. И ваши границы, ваша основная задача какая, как созависимая, если вы хотите помочь прежде всего себе стать здоровее, да, и улучшить качество своей жизни, ну и помочь своему зависимому, близкому, это удерживать здоровые границы. Поначалу, да, например, ваши близкие выходят, амбулаторный период, ваши границы более жесткие. Вы чаще говорите в каких-то ситуациях, нет, чаще дистанцируетесь. То мы увидим, что человек ведет себя адекватно, соблюдает правила, все делает, все предписания, программы выполняет. Вы где-то немножечко уже меняете. В этом и заключается смысл здоровых границ. И установление вообще здоровых границ, ну, даже не обязательно, сейчас речь только о взаимоотношениях с вашим близким. Вообще, в принципе, вот как происходит взаимодействие с другим человеком? Вы приходите и с кем-то знакомитесь. Ну, как обычно это происходит? Вы приходите, да, и, ну, там, на «вы», может быть, да? У вас складывается какое-то взаимодействие, общение, и нормальным считается, что сначала там «вы», да? Потом я спрашиваю «ничего, если мы на «ты» перейдем?» Человек говорит «да». Если не хочет, говорит «нет, я все-таки предпочитаю оставаться вот в этих границах». И вот все эти переходы взаимодействия, они как раз-таки нормальные, они как раз-таки прагибность. То, что ваши личностные границы атакуются или определяются, мы с вами проговорили, да, вы всегда можете это определить на уровне чувств, но при условии, что ваши чувства здоровые, что вы умеете их понимать. Поэтому занимаемся этим. Здоровые границы могут исходить из любви к себе. Причем не только любовь к себе. Любовь к себе, она соединяется с достоинством, с признанием своей целостности, с признанием своих ценностей, с уважением себя самого. Но, к сожалению, я не могу сказать это только о созависимом, да, у большинства, в принципе, людей границы все-таки не являются, знаете, таким абсолютно здоровым. Ну, если посмотреть на наш мир и вообще на менталитет, скажем, да, в нашей стране, на взаимодействии с людьми, то какие-то очень многие такие моменты, они изначально, можно сказать, были такие нездоровые были. Где ущемлялись права одного человека, или там, в приоритете были права другого человека. Это все-таки не про нездоровые границы. И если говорить о том, почему большинство границ нездоровые, то нельзя это все сводить только к тому, что у меня химически зависимое. Так ведь? Нельзя. Точно так же нельзя и сказать, что во всем этом виновата только семья. То есть у кого-то из вас, вполне вероятно, в семье были близкие родственники, там, родители с вполне адекватными границами. Потому что, ну, идеальных людей же не бывает. Так в чем здесь может быть подвох? Почему нездоровые границы формируются? Ну, во-первых, это из-за дисфункциональной семьи, это травмы детства, это обиды, разочарования, боль. То есть все те болячки психологические, которые у вас существуют, вы даже, возьмите, там, одна из распространенных тем нашего века, да, все хотят безстроенную, практически все. Да, лишний вес. Это может быть переживание, травма, которая накладывает определенные отпечатки на человека. Это может ограничивать его общение. И это может быть следствием того, почему у человека нездоровые границы в общении. Например, он настолько сильно комплексует, переживает из-за своего лишнего веса, да, что перестает общаться со сверстниками. Потому что боится, что они начнут над ним смеяться. Хотя, может быть, у него и не было еще такого. Это может быть одна из причин. Для того, чтобы границы были в этом отношении здоровыми, то ресурсом формирования здоровых границ, конечно, прежде всего, любовь к себе, достоинство, уважение. И все это возможно, конечно, при условии, что человек хочет этого и готов это делать. Понятно, что чем серьезнее травма, тем вероятность того, что восстановление и формирование здоровых границ будет сложнее. В каких-то случаях человек это может сделать самостоятельно, если не очень большие травмы. В каких-то случаях психологическая помощь может помочь. В любом случае, важно понимать, что все эти вещи поправили. Даже самые ужасные вещи можно поправить. Одна еще из причин, почему нездоровые границы появляются у человека, это ложные ассоциации и установки. Про что здесь речь? Речь здесь про то, что мы часто говорим, нет, боясь обидеть человека. И очень часто люди с слабыми, нездоровыми границами верят в то, что установление личностных границ это эгоизм. Было с вами такое, когда вы пришли, может, в начале только, да, в программу, и вам начали говорить о том, что вот здесь нет, говори, вот здесь вот так, вот здесь начали заботиться о себе, вот здесь отстраните своего близкого, и у вас такой вопрос возник, а как это там, эгоизм, а нас учили, что я, это последняя буква в обладите, как это я буду о себе заботиться. Это про установки, это про установки, которые, к сожалению, никак не влияют на формирование здоровых границ. Ну и такое, знаете, когда человек не может спокойно сказать нет, у него возникают внутренние такие беспокойства, трепыхания, он начинает сам для себя придумывать какие-то оправдания. Почему я не могу отказать, да, для того, чтобы внутри, знаете, ну не признаться честно сказать, что у меня слабые границы, я угодник, я не готов с этим сейчас работать, он начинает искать себе такие оправдания, ну, например, оправдания, да, я не могу, я не важно себя чувствую, то есть вместо того, чтобы открыто сказать человеку, что нет, я не хочу с тобой идти в кино, например, да, знаешь, я сегодня не могу, я себя очень плохо чувствую. Пользовались таким вариантом? Когда кто-то у вас что-то просит, не обязательно там про приглашение в кино, не важно, подруга попросила вас с ребенком посидеть, и вы понимаете, что блин, деденька, ей надо сходить в магазин, а больше некому посидеть, там, и выгрузить, все понимаете, кто-то согласился уже сразу, побежал, да, а кому-то сказать нет, очень тяжело, и тогда вы говорите, ты знаешь, я с удовольствием не могу, я так себя плохо чувствую. Никогда не доводилось вместо нет придумывать какие-то оправдания. Это именно про это. Еще одна из причин формирования нездоровых границ, это страх. Причем страх вот какого порядка. С детства нас учат тому, что иметь свои границы, это небезопасно. То есть смотрите, когда вам родители говорят, сделай то-то, сделай все это, и вы говорите мне, и тут вам нагоняют как-то, но даже в плане той же самой еды. Мама говорит, и вы уж есть мамка и каша. Вы говорите, нет, не хочу. Мама говорит, ах, так, что не съешь за завтраком, то съешь в обед. Или не получишь ничего. То есть здесь отказ, он с чем? Идет в параллель. С тем, что я вообще голодная могу остаться, или по шее получу, еще в угол попаду, да? Намного безопаснее, нет, не говорить. Сказать маме, хорошо, мам, я буду есть кашу, потом пока мама не видит, мне с рукой руки, где собака скромет, да? Или вообще сидеть, давиться, есть эту кашу. То есть, опять-таки, какие-то моменты, что закладываются ребенку, что устанавливают свои границы, высказывают свое мнение, это небезопасно. Родители могут обидеться, расстроиться, могут доказать. Вот один из моментов. Это такой шаблон жизненный, который у некоторых очень прочно закладывается, и прямо уже во всей взрослой жизни постоянно проходит тоже. еще одна из причин, это чужое одобрение, что помимо страха нами движет. Мы хотим все быть хорошими. Низкая самооценка, отсутствие уважения, и когда вдруг кто-то говорит, «Такая внучка», отдыхает и молодец. Какие вы молодцы, что вы сюда пришли, вы лучшие. Чужое одобрение – это же бальзам. Разве нет? Да. Ну, самый распространенный пример, когда, я не знаю, женщины наводят красоту, одевают модную одежду. Для кого они это делают? Я вижу. А вот и нет. Мужам и без одежды больше нравитесь. Для других женщин, чаще всего, чтобы скальку лимону, такая калевая, у них такая прикольная. Дучка. Одежда вообще она такая. Ну, получили одобрение, взгляд там, или еще что-то. Очень часто какие-то моменты, то, что нами движут, они именно из того, чтобы получить одобрение. И именно поэтому очень сложно сказать «нет», отказать, удержать свои границы, особенно если человек ловко пользуется этим и вот как-то там постоянно нам подсыпает, сказать, что вот мы молодцы, что мы хорошие. Свойственно это созависимо. Делать много того, чего не хочется, но получать одобрение, говорить, что ты, ты молодец, самый лучший, ты уважаемый, правильный, почетный. Очень не хочется идти на какой-нибудь там субботник, из последних сил выбился, весь такой-нибудь, спать не хочется, но пошел туда, потому что, что же люди скажут, как же ты ловишь? Пришел, тебе говорят, ты молодец, ты ответственный гражданин. Получили свою пилюлю, получили свою похвалу, поглаживание, да? И это то закрепление, которое тоже мешает установлению здоровых границ. Что происходит на фоне вот таких вот постоянных поощрений? Причем, смотрите, что здесь происходит. У нас часто вот очень происходит такая вещь, когда мы, знаете, как бы привыкли предавать самих себя, чтобы заслужить уважение других людей. Причем для того, чтобы вот эту похвалу получить, вот это вот поглаживание, да? Мы идем наперекор своим, порой там, желаниям, своим принципам, да? Ну, грубо говоря, предаем себя. То есть сначала мы самостоятельно предали себя. Злость появляется, раздражение, но чувства-то есть, я могу их даже не осознать. В себе их нести неприятные. Тогда я начинаю их на кого-то проецировать. И за собственное же решение, да, что я вошла на этот тригрядный субботник, я начинаю кого виноватить? Всех могу, хотя решение было моим собственным. Ну, вот на фоне таких безобидных постигательств и предательств на самого себя, постигательств и предательств самого себя, то очень часто мы, превращаясь в удобного, хорошего человека, начинаем внутри постоянно испытывать злость и негодование и сами не понимаем, почему. а это именно из-за этого вопроса. Где же, собственно, выход? Как всего из этого выбираться, да? Мы с вами проговорили очень существенный важный момент, что только уважая самого себя, можно научиться уважать границы другого человека. То есть, только понимая, где мои собственные границы, я могу увидеть, где границы другого человека. Кстати, вспомнила, есть такой интересный тренинг, когда дается листочек, ну там разные есть вариации этого тренинга, в центре ребята это делают, может быть, и здесь на вас проводили такое мероприятие, когда дается листочек нам на двух или на трех человек и дается задание, нужно какую-то картинку нарисовать. И потом смотрится, как люди между собой взаимодействуют. И очень часто наблюдается вот какой момент, когда это проводится здесь, на созависимом, то большинство созависимых, я сейчас говорю, ну все-таки за большинство, да, склоны как-то деликатничают, нет вы, нет вы, только после вас, ну вот это вот, кусочек себе какой-то маленький отгородитель, ну ладно, я себе чуть-чуть возьму, это все вам, особенность такая проявляется. Когда это происходит с ребятами в центре, то там прямо такая вот картина наоборот, да, то есть дается листочек, инструкция дана, и он взял эту каль-намаляку на весь листочек, не думая о том, что соседу на этой каль-намаляке уже места здесь нет. Много таких есть вариантов, да, и как правило это все анализируете, или же знаете, дается такой групповой рисунок, где каждый должен сделать свое творчество какое-то, привнести свою лепту, вот, и вдруг кто-то приходит, там, например, какой-то общий рисунок уже нарисовали, берет какой-нибудь свой хляк посередине на самом видном месте уже на сделанном рисунке. Как думаете, про что? Он уважает границу другой человек? Он думает, о том, чувство, там, что-то заделок, что-то территорию. Наверное, или нет? Эгоизм. Эгоизм, это и про границы нарушенные, я не думаю про это. То есть, если у меня нет моих четких границ, я не понимаю, как я увижу границы другого человека. Мне в голову не приходит. Причем, я не могу сказать, анализируя, да, то, что я наблюдаю, высказывая, ребят, бывают эпатажные товарищи, которые делают это намеренно, да, раз, выступили, да, просто там, на пакости, или еще что-то. Большинство людей, они не осознают, что они этим больно кому-то делают. А что такого? Я украсить хотела. Например, кто-то что-то сделал, взял, подошел, нарисовал загогули, ну так же лучше. А ты меня спросил, это все равно, что я сейчас подойду и вам прическу сделаю, потому что мне так кажется лучше. Меня же об этом никто не просил. Это все из-за беседы. Поэтому давайте будем с вами разбираться, где выход, как сбалансировать свои границы личности и сделать их здоровыми. Первая рекомендация это мы признаем себя автором своих нездоровых личных границ. То есть мы берем на себя 100% ответственности за то, как мы сами относимся к себе и к другим. Это понятно? То есть мои границы это моя ответственность, только моя. Здесь у нас все свершенные. Все свершенные. Поэтому ваши границы это только ваша ответственность. Не нужно рассчитывать, что кто-то это сделает за вас. И все чувства, которые возникают у вас, это ваши чувства. А значит и ответственность за них лежит только на вас. Это не кто-то вас злит, а вы злитесь между тем. Это вы испытываете чувство вины, потому что вы испытываете, а не потому что кто-то вам в этом. У вас есть право, у вас есть ваша ответственность проделать определенную работу и разобраться со своими чувствами. Любящий себя человек с уважением относится к своей личности, уважает свои личные границы, свой потенциал, свой внутренний мир, ну и все остальное, все, что есть в его умении. Следующее правило это каждому из нас нужно наше личное пространство. Это большая ответственность перед собой и другими, и уважая свое личное пространство, мы показываем пример другим людям. Что под личным пространством подразумеваем. Естественно, здесь все сразу входит. Это и физическая территория. То есть если я не отстаиваю свое пространство, элементарные вещи, когда нарушаются, то никто это не сделает за меня. Но и про внутреннее пространство, про психологическое, про эмоциональное здесь идет речь. Если не я, то никто. Далее. В нашей культуре такая существует круговая порога, ну, про предательство мы с вами уже поговорили, да, я вот сейчас сделаю что-то ради тебя. Ради тебя. Ребята, выздоравливают же ради вас. Ради молодого выздоровления. Ради жены. То есть я ради тебя сейчас выздоровею. Для чего это делается? Чтобы потом ты ради меня тоже что-то сделал. Поэтому особенно часто это в детско-родительских отношениях проявляется, естественно, супружеских чаще всего часто проявляется, да, и конечно, вот эта вот такая особенность созависимых отношений, химически зависимых я ради тебя, а ты ради меня, это вот сто процентов про нарушенные границы. И здесь опять-таки возвращаемся к правилу номер один. Мои границы, мое пространство, это все мое, мне нужно разбираться с этим самостоятельно. Если я что-то делаю, я делаю это не ради тебя. Не надо ничего не ради кого делать. Понимаете, если вы до сих пор считаете, что вы здесь сидите, ради своего близкого, мне искренне жаль, надеюсь, что-то поменяется. Потому что вашему близкому сейчас есть чем заняться, он как бы может быть будет этим доволен, может быть не будет этим доволен. Но если вы не захотите этого сделать ради себя, что изменится в вашей жизни там? Ничего наверное не изменится. Поэтому кто-то должен из вас разомкнуть этот круг из серии «я ради тебя, ты ради меня». Если это будете вы, здорово это будет. Если это будет ваш близкий, то это тоже будет чудесно. Но в силу того, что как-то уж так повелось, что зависимость считается более здоровыми, чем химически зависимые. химически зависимые. Хорошо, кто-то да, кто-то нет, не настаивал ни на чем. Но суть в том, да, мы не будем мериться, кто больнее, кто нездоровее. Но кто бы это не начал делать, в любом случае польза будет для обеих сторон. Понимаете, только опять-таки такой момент. Если вы вдруг принимаете решение, что я начинаю заниматься своими границами, что это моя ответственность. Помните о том, что другой человек этого может не захотеть. Ему это может быть невыгодно, потому что у него есть установки, потому что у него есть травмы, потому что у него есть куча всего потому что. И вероятно, даже неосознанно очень часто это будет делать, не намеренно манипуляции такие, потому что он так привык, потому что он так 30 лет жил. Потому что знаете, как лыжник, по лыжне который идет, по лыжне же проще идти, но кто-то пробовал когда-то на лыжах ездить, по лыжне проще, чем прокладывать новый путь. Вероятно, именно поэтому ваш близкий захочет в эту же лыжню. И здесь только ваша задача прерывать этот нездоровый круг и выстраивать границы. Это будет скорее всего болезненно для вас. Может быть это будет происходить с той стороны. И такое тоже очень часто случается, когда ребята начинают выстраивать более здоровые отношения, имея желание, навык, а созависимые родственники ни в какую. И таких примеров тоже навал. К сожалению. Как бы оно ни было, дело ваше, будете сами решать, будете в этот круг замкнуты, размыкать или нет, или как белка будете в этом колесе крутиться, но в любом случае это даст хороший результат. Если вы чувствуете, что с вами плохо обращаются, вами манипулируют, если вас используют, а потом они считаются с вами, если вы сами действуете не в своих лучших интересах, значит вам необходимо устанавливать границу. То есть если у вас по-прежнему есть ощущение, что вас используют, то это все к тому, что нужно устанавливать границу. Устанавливать границу это значит я знаю предел, до которого могу дойти. То есть во взаимоотношениях со своим близким. Вам нужно всегда понимать, где тот предел, где я уже все. В эмоциональном ли это плане, в психологическом ли, в физическом ли. Вам нужно понимать, где тот предел. Не может ваш близкий этого знать. Понимаете? Не может. Он не чувствует вас. Он не чувствует как вы. Только вы должны это знать. Только вы можете это озвучить. Я знаю, что я могу сделать для тебя, а что не могу. Опять-таки во взаимодействии со своим близким только я знаю, что я буду делать, что я не буду делать. И только я нужно это озвучивать. И я знаю, что могу, а что не могу стерпеть от тебя. Опять-таки где этот предел? Да, что я готов от тебя стерпеть. Только вы это можете знать, никак ни другой человек никто вам не может посоветовать как лучше. Это только ваша слуха. Мысли, ощущения, желания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несколько законов сейчас хочу проговорить, описывающих, как границы работают. Я думаю, многие из вас с этим сталкивались, такая крайне распространенная информация, причем нельзя сказать, что сейчас что-то такое новое, уникальное. в общем-то, знаете, очень многие века, в общем-то, это же где-то стало крылатыми выражениями, фразами, но это вот мудрость здоровых границ. Закон что посеешь, что пожмешь, то и пожмешь. Слышали про такое? Я думаю, вы понимаете, это как раз про границ. Закон ответственности. Все, что происходит внутри наших границ, ваши чувства, мысли, желания, стремления вашей личной ответственности. Мы это поговорим. Закон силы. Это значит, надо находить силы, признавать проблемы в своих границах и исправлять их по мере обнаружения. Закон уважения. Не проникать в чужие границы. Если вы откажетесь выламываться в границы других людей, то и люди к вам будут реже выламываться. Закон ложной мотивации. Нужно осознавать, что психика может находить ложные причины и строить границ. Знаете, такие оправдания мы с вами это проговорили. Почему я не буду этого делать? Все эти законы, их на самом деле много. Закон демонстрации, активности, закон зависти, они все как раз-таки все эти законы про то, что мир будет вам отдавать ровно столько, сколько вы будете в себя вкладывать, заниматься собой, и то, что вы будете отдавать в мир. Есть несколько, есть два важных момента, на которые хочется обратить сейчас внимание, наиболее часто задаваемые вопросы. Где грань между равнодушием и соблюдением границ? Когда задавались такие вопросы? Может быть формулировка немножко другая, где та самая граница между моим равнодушием и здоровым отстранением? Люди постоянно спрашивают, где граница между созависимостью и здоровьем? Это проект. Сопереживать своему близкому это нормально? Вы как считаете? Сопереживание это нормальное человеческое чувство, но без этого человека просто не существует. Поэтому, конечно же, это нормально. Но сострадание, сочувствие это признак здоровой личности. Где вот эта грань, где здоровое сочувствие и сострадание, а где это уже нарушенные границы? Смотрите, если чужая боль действует на вас парализующая, если вы не можете радоваться тому, что происходит в вашей жизни, это уже не сострадание с вашей стороны, это как раз признак нарушенных границ. Может быть, симбиоза до смешанных границ, либо же чрезмерно открытых границ. и на первый взгляд это может показаться кому-то выгоднее даже. Но на самом деле погружаясь в чужую жизнь, вы никогда не знаете, что делать с собственной жизнью. Посмотрите, человек, который живет чужую жизнь, а у него своя вообще есть? Нет. Очень часто, один из представленных моментов какой-то, когда, например, мать посвящает свою жизнь своему ребенку, сначала маленькому, потом большому, ребенок вырастает, уходит, а у нее своей жизни нет. Например, родился в ДО, потом у него дети, она с своими детьми, с внуками, и те подросли, и тут она остается неуделом, у нее нет своей жизни, у нее нет своих увлечений, потому как она все время занималась то детьми, то этим, то всем, то туда их водила, то сюда, и когда вдруг не становится в ее жизни, а у нее своя есть, ей становится очень печально, и кто-то способен с этим справиться и восстановить свою жизнь, но чаще происходит такая реакция, как я на вас всю жизнь положила, а вы неблагодарны, много боли, много обвинений, много чувства вины, здесь нет ничего хорошего. здесь можно еще рассмотреть пример созависимых отношений, знаете, симбиотических, когда там муж, жена, кто-то в паре алкоголик или наркоман, и вот это вот состояние, да, мое эмоциональное зависит от того, какой он сегодня придет, трезвый или нетрезвый, если нетрезвый, то все, вечер сегодня пропал, жизнь не утронась, если трезвый, вроде как все не так уж и плохо, и созависимых отношениях, критерия вот этот, где, да, разница между сопереживанием, сочувствием, желанием помочь и уже нездоровьем, она вообще в чем заключается, смотрите, для того, чтобы помочь другому человеку, мне самому нужно быть жизнеспособным, активным, если я точно так же буду сидеть, умирать и страдать, как вот этот человек, я ему смогу помочь? Нет. Ну нет, ну представьте, вы приходите, к стоматологу, у вас будет зубболит, флюс, рыдаете, он рядом с вами садится и тоже рыбает, гладит вас получит, говорит, ты же мой передненький, суси, суси, суси. Такая, наверное, помощь никому не нужна, так вот, зачастую помощь созависимого человека, она как вот помощь вот этого суси-пуфи, да, то есть, чем более вы расписаете, чем более вы проникаетесь этими чувствами нездоровыми, тем меньше вероятность, что вы действительно сможете помочь. Ну и представляете, да, вы приходите за помощью, обращаетесь в решении, да, к специалистам, в решении тоже все сели, носовые платки достали, давая рыдать и своими печальными историями делиться, не показывая, как из этого выйти. Ну, я не знаю, до групповой суицида можно дойти при таком раскладе, понимаете, если такая помощь будет оказаться. Поэтому, это вот как раз созависимое отношение нездоровых границ. И второй такой вопрос, второй момент, на который нужно обратить внимание, где играя между эгонизмом, опять-таки, да, и соблюдение здоровых границ, потому что, опять многие созависимые говорят, вы знаете, какой-то я вот с этим выздоровлением стал такой эгоистичный, как-то я чувствую себя не так. У большинства созависимых, которые начинают выздоравливать, есть практически вот каждый говорит, что вы знаете, как-то мне не по себе, какой-то я эгоистичный, не еще и окружающие люди об этом говорят, что какой-то я эгоистичный. Где-то грань между эгоизмом и здоровыми границами. Близким помогать это нормально? Да, нормально. Нормально, опять-таки, нормальное проявление человеческой личности. И если вы это делаете добровольно, да, и если эта помощь удовлетворяет ваши личностные потребности, ну, например, вы видите, что ваша помощь приносит свои плоды. Вы там, не знаю, денег дали, например, на развитие, там, какого-то бизнеса, там, на своем браке, и вы видите, что он действительно этим занимается, вам вот этого радостно, хорошо, тогда это помощь. Но если вы видите, что он на вас опять приходит, или там сын говорит, мама, дай мне денег на развитие бизнеса, вы ему даете, он один раз профукал, опять, мама, дай денег на развитие бизнеса, вы ему второй раз даете, он опять их протекал, он третий раз идет, а вы такие для себя сказочку рассказываете, ну, я же ему помогаю, сыну надо помочь, продвинуться в жизни, при этом думаете, вот поганец, сейчас опять их профукал, то это уже не помощь. Вот это не помощь, это признак нарушенных границ. То есть ваша помощь, ну, не стоит, курт, хутайте жертвенность и заботу. В основе жертвенности всегда лежит ощущение, знаете, такой принужденности и безусходности. Вот как там, та мама, да, которая своему сыну помогает, что у меня же нет другого выхода. Ну, как это нет выхода? Выхода нет только из гроба. А здесь есть выход, я могу не давать ему эту помощь. Если вы чувствуете, испытываете вот эти ощущения, да, что он не тягостно, я понимаю, что это не помощь идет, то здесь нужно отойти, не давать ничего. Дать человеку в этой ситуации возможность справляться самому. Вероятно, из этого получится гораздо что-то лучшее для него. Даже если, с вашей точки зрения, это будет много хуже. Знаете, как вот в том случае, когда ваш близкий приходит и говорит, так, дай мне денег, на алкоголь, если ты мне не дашь, я пойду и украду. Что мама делает, созависимая ли жена? Мужик пойдет в тюрьму, его посадит. Некоторые уже не переживают за то, что его посадят, некоторые переживают за то, что, блин, если он сейчас украдет, все это улаживая, нам придется дать ему денег гораздо больше, чем сейчас мы ему, сейчас ему тысячу дадим, а там потом придется пятьдесят заплатить. Ладно, да, и с глаз у меня уйди. Так вот, при таком раскладе, это помощь? Это забота? Это как раз эгоизм матери, которая хочет избавиться от головной боли и от боли там с проблемами. Наверное, будет лучше дать этому человеку пойти, да, украсть. Пусть он уже сделает то, что хочет, но только дальше уже не платить за него. Но это же ваши выгоды, понимаете? В этом и есть разница между заботой между эгоизмом и здоровыми границами. Потому что сколько бы вы ни говорили, но правда заключается в том, что когда вы какие-то вещи, близкие, родственники, алтоголики, наркоманы, часто, ну, если вы честными с собой будете, когда вы что-то делаете, якобы ради него, задумайтесь на минутку, а не признак ли это ваших нарушенных границ и вашего эгоизма? Не делаете ли вы это ради себя, чтобы обезболиваться, чтобы вам не было так страшно, чтобы вам не было так больно? Ради кого вы это делаете? Кстати, вопрос у честность сегодня услышала, мне это просто поразило, не могу промолчать. Одна из мам нашего выздоравливающего резидента, который вышел в амбулаторную программу, звонила сегодня руководителю амбулаторки и говорит, вы знаете, мне так плохо, я болею, мне нужна помощь и поддержка моего сына, поэтому я хочу его с амбулаторки просить на несколько дней руководителя в недоумении, извините, у нас контракт, договоренность, извините, как мы вашего близкого будем выздоравливать, если вы нам сами противодействуете. Ну вот, так получилось, я не могу одна быть, мой супруг уехал, он немецкий, он уехал по делам. Ну хорошо, сошлись на том, что давайте как можно быстрее, если вы не в состоянии находиться одна, либо супругу возвращаете, либо приглашаете еще кого-то, но нельзя вашего близкого вот так вот дергать. Что происходит дальше? Совершенно случайно руководитель амбулаторки по магазинам регулярно что-то такое встречает вот этого самого папу, который ягод уехал. Ребята, я вообще в шоке просто. Если родственники и близкие, наркоманы, да, выздоравливающего врут вот так вот в наглых вот это я не знаю, спросите у него. Спросите у него сами. может быть он попросил, может быть не он, но это вопрос чего? Это и нарушенных границ, да, и возможности, ну смотрите, если он меня попросил, да мама, проси меня, давай придумаем, да, потому что я не могу этому противостоять. Не давайте уже хотя бы честно об этом рассказывать. Тут нагородили историю, там папа уехал, мы болеем и так далее. Это просто жуть. При таком раскладе я могу вам что-то сказать. Если у вас такое будет происходить, вы потом не жалуйтесь, хорошо? Не приходите, не говорите о том, что вот вам не помогли. А специалисты и решение снимают с себя ответственность. При таком раскладе, при всех последующих, срыв этого юноши не загорает, если родители продолжат в таком же духе. Идти или он на поводу, или этого он попросил, а не ли сами. Но если будете вот так вот врать, прикрываясь любовью, заботой и так далее, свои нездоровые границы поддерживать, и его в том числе, то это приведет только к одному, что он сметит. Потом вы будете плакать, ну никак не вы, понимаете? мы свою работу делаем. И когда сейчас я про этот момент рассказываю, потому что я вообще, конечно, я в курсе, что я без конца сталкиваюсь с тем, что, к сожалению, созависимые, простите меня, врут, на каждом шагу врут так, как химически зависимые мне не снилось. Им зависимые по одну сторону, врут созависимые вообще про другое. Но врут, мама дорогая сколько, но это уже апогей. И хочется вот какую вещь здесь сказать еще по поводу здоровых и нездоровых границ, и по поводу эгоизма, и нездоровых границ. Высказывание такое, процитировать, мать Тереза говорила, в конце концов, все, что вы делаете, нужно не людям, это нужно только тебе и Богу. Здесь здесь о чем? То, что если честными вы будете все-таки и будете смотреть на себя по-честному, не прикрываясь установками своими валячками, вытаскивая все, что есть внутри, станет понятно, что вообще все, что я делаю в этом мире, это нужно прежде всего мне самому и больше никому. Такой у меня есть к вам вопрос. Что помогает вам устанавливать и удерживать здоровые границы в отношениях с вашим химически зависимым близким на сегодняшний день? Пусть кто-то из вас еще не взаимодействует вплотную, кто-то на свидание может приезжать, на свидание, на встречи, кому-то и там уже мало не кажется, кто-то уже активно в амбулаторге взаимодействует. Что вам позволяет удерживать границы, если вообще будет, конечно, нет? знания помогают. Ну, все-таки разморозка чувствов сейчас больше через прием ощущения чувств воспринимающих. Ну, знания сами по себе без практики, без навыка, да, они не имеют никакого смысла. Применеют только этих знаний. То есть вы ориентируетесь на чувства на с вами в определении наружных границ. На чувства. Что вы делаете, когда четко понимаете, что вы видите, ощущаете, или прямо оно вот все об этом кричит, что ваш близкий нарушает ваши границы, или же вы нарушаете его границы. Что делаете? У меня есть опыт. Ко мне было обращение к этому приятелю, но там он независимый, носил трестил марш, там отношения отъездных, вот, поинтересоваться и объяснить ситуацию из своего длительного отсутствия. Я помолчала, но несколько секунд, и потом сказала, я буду делать не буду, когда ты вылезешь инстационар, теперь вычисляющее звонит, или не зная, делаешь то самое. Хорошо. Почему я у вас все это спрашиваю? Потому что вы хоть и молчите, но я-то знаю, что у вас есть нарушения границ, у них очень пышным цветом границы нарушаются, личностные, в двухстороннем порядке, со стороны химически зависимого близкого, со стороны созависимого, бесконечным контролем, засовыванием своего носа туда, куда не надо, вопросами. Процесс лечения, а как вы используете а как вы выздоравливаете, а как они получаются и скажите нам, как вы выздоравливаете. Есть. воздоравливающие созависимые осознают свои границы примерно так. Я не позволю кому-то ни было оскорблять себя словами или физически. То есть некие установки, на которые вы можете ориентироваться для установления своих здоровых личностных границ. Я не позволю кому-то ни было оскорблять себя словами или физически. Я не позволю обманывать себя и не буду поддерживать ложь. Я не буду вызволять кого-либо конкретно себя из последствия алкогольной или наркотической зависимости или другого безответственного поведения, я не буду финансировать твой алкоголизм или наркоманию, или непотребное поведение, я не буду врать, защищая твой алкоголизм, ты можешь испортить свой день, свой отпуск, свою жизнь, это твое дело, но я не позволю испортить мой день, мою неделю, мой отпуск, мою жизнь. Вот это то, что я буду делать для тебя, а это то, что я буду делать, а точнее я это буду делать для себя. И вот то, что я стерплю, а вот то, что бестерплю. То есть момент, который мы с вами проговорили. По большому счету, вот этот текст, вы можете, да, вставляя необходимые вам слова, когда вы пытаетесь о чем-то своим близким договориться, обсудить договориться, вы можете его использовать. Вот то, что я готова сделать, а вот то, что я не готова, вот это я не буду финансировать, вот этого я не буду продолжать. Вот здесь я не буду врать. Будете врать, будет то, о чем я сегодня рассказывала только что. Будет печально. При, правда, вот какой есть нюанс, при установлении личностных границ, когда вы выставляете какие-то санкции, ограничения, да, о чем-то договариваетесь со своим близким, ни в коем случае не делайте заявлений каких-то, которые не собираетесь выполнять. Чреват последствия, понимаете? Если вы грозите разводом, но не собираетесь этого делать, жены у нас все как одна, да, уходят постоянно, разводятся, но не уходят и не разводятся. Ну и тогда не говорите это, другие какие-то санкции. Если угрожаете выгнать из дома или лишить денег, но сами не намерены это выполнять, не нужно этого делать. иначе это все не будет иметь никакого действия. То есть выставляете ровно такие санкции, которые вы готовы исполнять. а уж если что-то заявили, то делайте его, иначе это все брикня, болтовня просто, которая не даст никакого результата. до тех пор, пока ваш близкий, да, если вдруг он нарушил границы, и вы не выдвигаете четкие, понятные последствия, пока к нему не приходит ответственность, все остальное бесполезно. Таких шесть простых способов сказать «нет», поскольку у многих созависимых есть сложности с тем, чтобы сказать «нет», сейчас такие небольшие приемы, которые позволят вам избежать вот этого противоречия, внутренней борьбы и дискомфорта. Есть разные «нет». Есть один из способов – это прямолинейное «нет». Если для себя смогли это отработать за период стационара вашего близкого, просто на все говорить «нет». Есть рекомендации, знаете, некоторые, созависимые вообще на любую просьбу, там, всегда «нет», «нет», и только потом уже подумал, что-то там говорят. Если вы можете пользоваться этим, то, пожалуйста, есть прямолинейное «нет». Бытует мнение, что в случае отказа собеседнику обязательно нужно объяснить почему. Но иногда вы не можете назвать истинную причину. И если вы станете придумывать ее, то, естественно, это будет выглядеть неискренне, понятно, что вы что-то фантазируете. И не лучше ли просто тогда сказать «нет». То есть в каких-то ситуациях, когда вы не можете объяснить причину вашего отказа, потому что собеседник бывает у вас спрашивает «А почему?» «А почему?» «А почему?» Вы говорите «Просто «нет». Все. Тема запрета. «Нет». Вы можете в более мягкой форме здесь сказать «нет, я не могу это сделать». Либо «нет, я предпочитаю этим не заниматься». «Нет, я не располагаю свободным временем». Примерно. Если прямолинейного «нет» оказалось недостаточно, и ваш близкий или собеседник, кто угодно, не важно, продолжает на чем-то настаивать, прибегая к различным условиям, манипуляциям, уловкам, то вы можете использовать так называемую технику испорченной пластинки. Суть этой техники состоит в том, что вы, как заезженная пластинка, повторяете одну и ту же фразу. «Нет, я не могу этого сделать». «Сожалею, но я не могу этого сделать». «Очень жаль, но я не могу этого сделать». Это выглядит таким образом. Это бизнес. Это его чувство. Это ваша задача. Это его чувство, да? Ну, а что делать, если на данный момент вы понимаете, что вы сейчас не можете четко сказать, да или нет, а может быть, даже уже четко понимаете, что нет. Причину, может, не можете назвать. Да? То вот как-то здесь. Ну, допустим, ваш близкий говорит, все, я выздоровею, мама, забери меня, я больше не буду предъявлять, ну, что самая распространенность, я понял, я выздоровею, заберите меня, мне достаточно. На это вы можете говорить, да, вариации такие. Специалисты говорят, что ты еще не готов. Нет. Специалисты говорят, что ты еще не готов. Умоляю тебя, забери меня, клянусь, я буду посещать все мероприятия, все будет хорошо и так далее, да? Вы продолжаете говорить. Нет. Специалисты говорят, что ты еще не готов. То есть, по сути, техника заряженной пластинки. Нет. Специалисты говорят, что ты еще не готов. На провокации, конечно, в данном случае реагировать не нужно. Нужно понимать, что вероятно, если ваш близкий настроен на то, чтобы добиться своей какой-то цели, он будет и так, и это, и сяк, то ваша задача повторять свою фразу, какие бы чувства вы не оберевали, чуть позже обратившись за помощью. Эта техника очень эффективна как раз-таки в случае общения с агрессивными и напористыми людьми. Потому что, знаете, что бы вы ни говорили, это как оправдание людей, или как мябли какая-то еще, но когда ты одну и ту же фразу повторяешь, нет, специалисты говорят, что ты еще не готов, а ну как-то все, тебе не надо духать, не надо теряться, извлекаться, ты повторяешь одно и то же, и все. Есть следующий, есть еще один вариант «нет», называется это, ну знаете, такая, следующая техника «сопереживающие нет». Это наиболее мягкая форма отказа, и суть этой техники состоит в том, что вы можете внимательно выслушать человека, показываете понимаемые проблемы, возможно высказываете сочувствие, но в конце добавляете отказ. Вы слушаете, говорит, да, она там, ой, мне так плохо, мне так тяжело, вот, у меня от того не получается, вы говорите, да, да, бедняжка, да, я вижу тебя тяжело, в общем, сочувствую, нет, не могу. К примеру, да, опять то же самое. Мало забег меня из центра, я устал, не высыпаюсь, много писать, нет свободного времени. И вы говорите, да, я вижу тебя очень легко, но я не могу тебя забрать. Да, я понимаю, что ты очень устал, но я не могу упомнить твою просьбу. Я сочувствую тебе, но не могу забрать тебя из центра, пока ты не закончил курс реабилитации. К примеру. Эта техника очень эффективна в общении с людьми, которые пытаются сыграть на ваших чувствах. То есть, если ваш близкий очень вам жалится, да, прям есть такой страдалец, есть такой несчастный, и все это ему не так нет, вы можете ему искренне посочувствовать, сказать, что я извини, но очень тебя понимаю, сочувствую, не могу. Есть техника, которая называется, как обоснованная нет. Про что она? Если вы имеете серьезную причину для отказа и готовы ее озвучить собеседнику, то вам подойдет эта техника. Здесь вы можете использовать простую формулу. Я не могу это сделать, потому что и называете причиной. Ну, допустим, опять-таки, ваш близкий, да, как раз уже так примерность пошел, то мама забери меня из центра. Вы ему говорите, я не могу это сделать, потому что специалисты говорят, что это еще не готово. Или потому что у тебя плохая денежка. Ну, по сути, что вы здесь еще можете сказать. И потому что мы еще не готовы. Некоторые родственники предельно честно говорят своему близкому. Знаешь, мы еще не готовы тебе доминить. Еще не создаем. То есть, если у вас это есть, такая конкретная причина, которую я готова озвучить, то вам подойдет эта техника. Также вы можете использовать технику отказа по трех причинам. Знаете, три причина звучит более убедительно, чем просто нет. Ну и вы можете ему говорить, ты знаешь, я не могу это выполнить для тебя, и у меня на это есть три причины, почему я тебе отказываю. Да? Пусть опять же с тем же самым примером. Я не заберу тебя из центра. Во-первых, потому что у тебя плохая динамика. Во-вторых, потому что мы с тобой договорились, что ты пройдешь полный курс. Я рассчитываю на то, что ты сдержишь свои ожидания. А в-третьих, я еще дома тебя не готов там видеть. В пример. То есть вы озвучиваете какие-то три причины. Это всегда более, как вы знаете, аргументированно выглядит. Ну и, например, другой пример. Ваш близкий просит ему еженедельно разнообразную еду привозить. Вкусняшки какие-нибудь или еще что-нибудь. И вы можете сказать, я не могу тебе вот эти самые вкусняшки привозить еженедельно по трех причинам. Во-первых, у меня нет финансовых возможностей. Во-вторых, у меня нет времени на поиск и покупку того, что ты просишь. А в-третьих, все, что ты просишь, не относится к здоровому питанию. Достаточно аргументированно? Достаточно. То есть нельзя сказать, что его взяли и просто там вам бука бяка, нет и все. Такая вот техника. Эта техника является достаточно такой, знаете, вежливой формой отказа и может быть использована как в формальном, так и неформальном общении. И очень часто она подходит в общении с людьми, которые являются значительно старше вас. в котором вам неловко отказать. И вот здесь нужны какие-то аргументированные моменты. Следующая техника называется отсроченная нет. Если вы совсем не умеете отказывать, ну прям как кролик перед ударом, перед своим близким. А у некоторых созависимых именно такая реакция возникает на своего химически зависимого близкого, что просто только его увидели и все. Ну просто некоторые так и говорят, я не могу ему отказать, не могу и все. Если у вас такие сложности, то вы можете выиграть время для принятия правильного, скажем так, решения используя эту технику. Также эта техника подойдет тем людям, кто привык анализировать свои поступки и часто сомневается в своих действиях. Суть ее состоит в том, что вы делаете некую отсрочку. Например, ваш близкий настаивает на том, чтобы вы предоставили ему машину, чтобы он мог комфортно добраться вовремя на занятия. Актуальная тема для большинства. И прежде чем ответить ему на данный запрос, вы можете сказать, что прежде чем тебе ответить, я хочу посоветоваться с консультантом. Допустим. Очень часто случается водка, поскольку у ребят химически зависимы, многие очень напористые и используют для получения каких-то результатов именно вот эту напористость. Требую ответа вот прямо здесь и сейчас. Вот скажи мне сейчас. Мне нужен ответ сейчас, чтобы потом этим манипулировать и говорить о том, что ты же мне сказал да. Да? Ваш близкий говорит так, обещай мне, что ты меня заберешь после трех месяцев. Расскажи мне сейчас, папа, который его положил, только-только в центр отправил, в центр, например, близкий там неделю. Он говорит, хорошо, я тебе через три месяца заберу. И ваш близкий начинает потом этим пользоваться. И здесь суть состоит в том, чтобы вы не давали этот ответ сразу, а взяли все-таки какое-то время надуманное. Поэтому используйте, что сейчас я не могу тебе дать ответ, мне нужно посоветоваться или я не могу тебе сейчас сказать, потому что мне нужно обсудить или я не могу тебе сейчас сказать, мне нужно посмотреть ближние деньги. например, кто-то настаивает на встрече с вами и там говорит, слушай, отвези меня куда-то, мне нужна твоя помощь, да, свози меня куда-то. И вы не готовы сейчас сразу дать ответ, вам сложно сказать нет, вы говорите, значит, я не могу сейчас тебе сказать, мне нужно посмотреть свою планку, что у меня там ежедневно. Такая мягкая форма отказа. Или можно я скажу тебе немного позже, мне нужно подумать. либо, мне надо взвесить все возможности, я позвоню тебе. Допустим, вот такой вариант. Или же, это новая информация для меня, мне нужно время для обдумывания. То есть, вот такие фразы вы можете использовать для того, чтобы дать себе время и обдумать, а как оно будет правильно. А тем самым временем, когда вы выиграли то, чего вам не хватало, да, времени опять-таки, времени, это стало бы страшно. Позвонили своему там наставнику, если вы занимаетесь, да, позвонили консультанту, руководителю, позвонили нам, посоветовались, пришли на группу, получили какую-то обратную связь и приняли верное решение. С этим понятно? Да. Эта техника для близких родственников, алкоголиков и наркоман очень актуальна. Она помогает очень многих сложных моментов избегать. Потому как ребята будут с вами, те, кто выходит на молоток, торговаться, будут вытребовать у вас, то все, многие из вас уже с этим столкнулись, не понаслышали. Следующая техника называется она компромиссная нет или нет наполовину. В некоторых ситуациях, например, вы готовы помочь своему близкому или какому-то другому человеку, не важно. Но только не полностью, допустим, а частично. И в этом случае вам нужно спокойно предложить собеседнику свои условия. Главное, будьте точны. Определите точно, что вы готовы делать и что нет. Например, ваш близкий просит ему купить, я не знаю там, кроссовки какие-нибудь. Ребята, адидасы, не важно, что там он просит. Вы можете согласиться на покупку. Вы уж понимаете, что ему кроссовки надо купить. Естественно, одну кроссовку ему покупать не надо. Но вы можете ему сказать, что я тебе кроссовки куплю, но это будет не адидас, а что-то другое, допустим, дешевле. В пределах суммы 2000 к примеру. Такой вариант. То есть, по сути, вы пошли же на его просьбу? Пошли ему на встречу? Пошли. Но вы делаете это такое наполовину, то есть на ваших условиях. Или же ваш близкий по условиям семейного контраста, допустим, должен самостоятельно дома убираться или стирать или еще какие-то там домашние дела делать, к примеру. Но в связи с занятостью своей, весь такой бедняжечка, весь выздоравливает, каждый день на руку, в свободный день ходит. И туда на занятия, и сюда. Еще и спортом занимается. Говорит, мама, не успеваю, постираю мою одежду. Вы, в принципе, можете пойти ему на встречу, если вы действительно видите, потому что это в связи со своей занятостью. Но, опять-таки, не вот прямо сейчас мама стала после ночи побежать стирать. Вы говорите, хорошо, вот я буду завтра, допустим, с общей стиркой заниматься или послезавтра. И тогда вместе с общей стиркой я могу постирать твою одежду. К примеру. То есть не так, только как он просит, а все-таки и на своих условиях в том числе. Если же ваши условия оппонента вашего не устраивают, вашего близкого или еще кого-то, вы вправе отказать в его просьбе. Эта техника наиболее эффективна тогда, когда вы готовы помочь своему близкому, собеседнику, того, кто обращается к вам за позднюю, но условия вам кажутся не подходящими, нереальными. К этому пользуйтесь, пожалуйста, ей. Ну и последняя техника, которую здесь я вам предлагаю попробовать. Дипломатичное нет или нет в мелочах. Это такое своего рода приглашение к переговорам. То есть здесь вы можете найти взаимоприемлемое решение и одновременно отказать собеседнику по тем позициям, которые вы не можете или не хотите выполнить. Тем из вас, кто молодой, кто еще не вышел, тот предстоит. Предлагаю этим пользоваться. У вас будет семейный контракт, там будут какие-то позиции. Вы можете как раз-таки этой техникой воспользоваться. То есть если у вашего близкого будут какие-то запросы, которые вам не совсем подходят, не нравятся, вы сомневаетесь, да, то вы можете использовать вот это дипломатичное нет в мелочах. Например, может я могу помочь себе как-то по-другому. Допустим, он просит у вас помощь. А в чем? Не обязательно ваш близкий, тот не ваш. Вы можете предложить другую помощь. Вы говорите, я готов тебе помочь, но не так. Я чем-то другим, я тебе могу помочь. Он говорит, мне нужны деньги. Вы говорите, я понимаю твою ситуацию, что-то нужно, я тебе готов помочь, но денег я тебе не дам. Я как-то по-другому тебе еще могу помочь. Может вы ему работу подкинете какую-то, за которую он может оплату получить. Может он что-то сделает такое. То есть какие-то другие варианты. Или же у меня нет сейчас готового решения, я предлагаю нам разобраться в этом месте. То есть вы договариваетесь, компромиссы какие-то находите. Также вы можете оказать помощь, пригласив в сотрудничество третье лицо. Но в вашем варианте это, наверное, самый приемлемый вариант. Инструмент будет вариант, когда вы будете консультанта приглашать в спорных каких-то моментах. Ну если он прям вдоволь к вам приехал, вы можете в телефонном варианте, вы можете в центр приехать, можно будет договариваться. Если не можете договориться сами, приглашайте третью сторону. Для того, чтобы все-таки вам обоим, обеим сторонам было хорошо. Наше занятие хочу закончить словами молитвы гештальтиста. Есть такое направление психотерапии, называется гештальт. И оно как нельзя точно отражает суть границ и отдельности каждого человека. Я – это я, а ты – это ты. Я пришла в этот мир не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. А ты – не для того, чтобы соответствовать моим. Я делаю свое дело, а ты делаешь свое. И если нам удалось встретиться, это большая удача. А если нет, то этого нельзя помочь. Что вы для себя из этого возьмете? Будет дело ваше, домашнее задание. Вспомните и пропишите, в каких жизненных ситуациях с вашим химически зависимым близким вам чаще всего не удавалось удержать свои личные границы. Подумайте, как теперь вы можете отстоять эти границы при повторении ситуации. Попрактикуйте, примените. То есть, перво-наперво вам нужно будет вспоминать те самые скользкие моменты или те моменты, которые на сегодняшний день для вас наиболее актуальны. Выпишите их и накидайте к ним варианты, как теперь по-другому я могу поступить. Причем будет хорошо, если вы сделаете не по одному варианту. У вас уже будут какие-то заложенные новые модели. Потому что, понимаете, момент следующий. Когда на счет ваш близко давить в случае нарушения в вашу сторону, да, стрессовая ситуация, растерянность, то вероятность того, что вы пойдете старой дорожкой – 80%. Если вы проработаете, хотя бы как минимум накидаете себе другие вариации уже в голове, да, вероятность того, что вы поступите иначе, значительно выше. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok